Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, я сплю, а тем временем в доме творится черт знает что, все ветхое, многие комнаты страшно запущены. Дом должен быть герметичным, в этом залог спокойствия, даже ничтожная брешь, источник серьезных тревог. Поэтому просто необходимо немедленно их золотать, закроешь такой брешь и все вернется как было. Я знаю на самом деле. Спасибо за поддержку и спасибо за то, что проявили интерес к этому прохождению, как только у меня появилось время, вот я берусь за него, побегаем. Я не думаю, что мы пройдем игру до конца, просто потому что она довольно однообразная, но поиграть в нее вместе с вами будет интересно. Хотя черт знает, может и пройдем. Так, и что я вообще делаю? Дом каждый раз, насколько я понял. Так, я забыл управление, отлично. Что-то пришло уже, я даже не могу зажечь лампочку. Твою бать. Короче говоря, сейчас мне придется по-новому вспоминать управление, и это не самый лучший момент для этого. Давайте мы поднимемся. Да куда ты спускаешься? Поднимемся наверх и попробуем зажечь лампочку здесь. Давай, родной, давай, 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 давай. Как вы знаете, прятаться тут не очень хорошо нужно, потому что если вы прячетесь, то, соответственно, происходит что-то нехорошее. В комментариях написали, как играть в эту игру. Хорошо, теперь все правильно. Вот только свет надо выключать за собой, тогда они не узнают, что дома кто-то есть. Хорошо. Так, ну и соответственно, у нас что-то происходит опять. Давайте выключим свет и погнали отсюда. Главное, дотерпеть до рассвета. Рассвет растает, все по своим местам. То есть игрушка просто кошмар какой-то. Играть в нее в наушниках нужно иметь очень крепкие нервы, потому что... Твою мать. Потому что она реально очень и очень вымораживает. Хорошо, пойдем вниз нафиг. Надо зажечь лампочки. При всей своей простоте, игра реально очень и очень жуткая. Давайте сделаем тут что-нибудь хорошее. И подождем чуть-чуть. А что происходит? Почему появляется эта штука постоянно? Задержись. Да нет, спасибо. Так. Твою мать. Тщ-щ-щ. Он играет в прятки с самим собой. Ладно, время идет назад. На самом деле прятаться не очень стоит. Нужно уходить отсюда. Но я бы предпочел, чтобы эта дрянь ушла отсюда. А не близко. А не очень близко. Ждем, когда исчезнет эта хрень. Так, ну допустим. Ох, твой мать. Отлично. И время сбросилось. Короче говоря, блин, я сегодня какой-то неподготовленный взялся за эту игру. Но ладно, давайте начинать уже. Что-то я давно так не пугался. Хорошо, это дает нам некоторое время для перемотки. И я не знал, что монстры умеют ходить сквозь стены. Ладно, допустим. Это нам чуть-чуть помогло. Так, ладно. Дверь не открывается. Да вы издеваетесь, что ли? Хорошо, придется ее ломать. Вроде как поблизости ничего нет. Налево мы не попадем. Придется спускаться вниз. Так, хорошо. Душевая, в которой творится что-то непотребное. Главное не попадаться этим монстрам. Главное не попадаться, потому что все начинается сначала. И еще было бы неплохо. Ты посмотри, сколько этих штук. Возможно, это из-за того, что мы нажали продолжить. И игра дает нам шанс как-то добраться до того места, где мы и были. Так, хорошо на самом деле. Товаря родная, открывай, пожалуйста. Потихоньку, помаленьку. Движемся куда надо. Так, здесь у нас ничего не проявится. Пойдем наверх. Что-то, блин, я и забыл, какая она страшная. 2D рисованная хрень, по сути. Ну это, блин, просто пипец какой-то. Еще нам нужно как-то выбираться... Давай, да, молодца. Нужно как-то выбираться наружу. Вот так. Отлично, я на улице наступил и утро. Мы пережили первую ночь. Что ли? Не знаю. Прятки в темноте. Это игра на смелость, поэтому на самом деле прятаться в ней не нужно. Нужно просто честно дождаться конца. Если ведущий увидит, что кто-то прячется, все начнется сначала. Ключ такой. Нужно понять, как толкует игру ведущий. Если он скажет кому-то прячешься, а тот вроде бы на виду, значит дело не в видимости. Что? Ладно, учтем. Хорошо. С дома что-то новое. Фонарей просто... Ну нам нужно бы наверх, потому что там есть кое-что. Предрассветный сон самый полезный для психики, но в последнее время что-то меня тревожит. Эти часы я решил посвятить ночному обходу. Посмотрим, в силе комнаты на своих местах. Ну давай посмотрим. Если ты так хочешь. Для начала мы зажжем все лампочки. Чтобы у нас были места, где можно спрятаться. Так, в этой комнате ничего не появится. Да, выключим тогда, чтобы снаружи видно не было. Интересно, а как выходить на улицу? Так, здесь вроде все на своих местах тоже. Нет, пожалуйста, не надо. Кто-то стучит уже. Хорошо, пойдем сюда. Что у нас здесь? Ой, неспокойно. Кладовка какая-то. Не хочется думать о прошлом. Спокойнее жить в темноте. Парень, ты какой-то странный на самом деле. Ужас просто. Так, снизу вроде спокойно погнали. Игра просто культивирует страхи. Вот это вот с детства остаться ночью в темноте, в доме, в одиночку. А дом реально большой. Этот дом наблюдательный пункт. Старая научная станция. Я живу в ней с тех пор, как родился. Один? Ты живешь не один? Тогда понятно, почему ты выглядишь как дерьмо. Ой, оно опять рядом. Так, давайте займемся этим делом. Хорошо, времени у нас просто дофигища. Хорошо, утро все ближе и ближе. Выключим на. Оно здесь. А мы можем? Не хочу вспоминать, это все лишнее. Меня вполне устраивает моя голова. Такой, какая она есть. Что-то ходит. Я миролог, это моя работа. Я получил ее по наследству. Миролог? Офигеть. Мы, мирологи, должны наблюдать за миром. Изучать, из чего он состоит. Эти сведения мы записываем и сопоставляем, как когда-нибудь они пригодятся науке. Парень, сейчас явно не до этого. Так, хорошо, пошли на улицу. Это не я открыл. Будь лес обитаемый, я решил бы, что кто-то тихонько сюда вошел. Будь лес разуменый, я бы подумал, что меня приглашают куда-то пойти. Но единственная тропа, что тут есть, огибает мой дом по кругу. Можно пойти хоть сейчас и убедиться, что новых не появилось. Так, хорошо, погнали тогда. Это не очень хорошая затея на самом деле, но пойдем. Нужно найти что-то есть в этом лесу. Что-то, что нам нужно. Будем надеяться, что здесь нет ничего, что нам не нужно. Потому что вот эти вот крючковатые деревья, это же не очень хорошо. Что? Так, тут мне уже не нравится. Я говорю, здесь даже растительность ненормальная. Какие-то вот эти глазья в листьях. Что вообще? Какого черта? Кто-нибудь, где-нибудь. Кто-нибудь хороший, естественно. Мне не нравится это направление, я лучше сюда. Еще бы я хотел бегать. Но я не умею. Сзади кто-то есть? Да вроде нет. Твою мать. Что это было? Офигеть. Про эту девочку мне в комментариях вы писали. Ну, видел я ее, но... Ну и что? Что с того? Какие приятные звуки. Интересно, а время сейчас идет, нет? Ну, оно не отображается, но было бы неплохо. Где-то там? Ты где? Сейчас мы, по-моему, выберемся уже к дому. Или нет? Я должен ее найти. Или то, что мы видели, уже считается, что мы ее нашли. Я не знаю. Пока что, вроде, относительно спокойно. Вы знаете, по-моему, люди, которые делали эту игру, они... Очень хорошо разбираются в человеческой психологией, потому что, посмотрите, ну, где же, по сути, рисованный персонаж, рисованные деревья. Страшно-то как, это же пипец. Кто-то что-то понимает. Где ты? Можно было бы по звуку определить, но не дают. Я уже просто хочу выбраться отсюда, я запутался. Вон она. И она опять исчезла. Я найду тебя. Найду. Или мне найдет что-то другое. Говорили, что в лесах очень опасно. Но я пока не могу сказать, что это так. Скорее, жутко. Так, а вот и мой дом, да? Как думаете, войти? Че это было? Блин, мне уже в этих кореньях... Вон она. Что? Что происходит? Окей, ладно, допустим, циферки, формулы. Но вроде бы в этот раз я все сделал как надо. Иногда мне мерещатся вещи, которых просто не может быть. Я порой даже вижу на небе новые звезды. Но я не отмечаю этого в рапорта Харафью. Просто депрессия. Или может быть я даже болен. Говорят, это называется дрема и приводит к саммамбулизму. Это пройдет. Я не совсем понял, что произошло, когда я нашел эту девочку. Я вообще не очень хорошо понимаю эту игру. Но то, что она пугает, это факт. Хорошо ищем дом и уходим отсюда нафиг. Может, мы можем еще раз ее встретить. Открыли достижение, кстати говоря, какое-то. Значит, делали все правильно. Или может быть нет. Возможно, по этой тропе. Девочка. Она ближе. Но вот где, это уже другой вопрос. Ох уж это дерево. Я просто хочу выбраться отсюда. Какого же черта происходит? Давай, погнали вперед. У меня еще соседи там такие звуки. Полы скрипучие. Че? Ой-ой-ой. Так, теперь точно надо валить отсюда. Хоть какое-нибудь направление бы. Твою мать. По-моему, я просто хожу по кругу сейчас. Я так понимаю, это начало... Начало игры. Поэтому всерьез так накатан у нас нет. Дальше будет хуже. Так где Том-то уже, япона мать. Просто дайте уйти. Просто. Так. Вот сейчас он будет. По-моему... По-моему... Ну-ка прекрати, мать твою. Где долбанный дом? Я заблудился в лесу. Я так и знал, что так все и получится в итоге. Какая печальная участь. Девочка пропала. Так что, видимо, ее нужно было найти. Мы очень давно уже ее не встречали. Может, не стоит идти в другую сторону? Хотя тут я не думаю, что это играет большую роль. Пойдем другим путем. Когда-нибудь? Когда-нибудь мы выберемся отсюда, ребята. Хорошо, что за нами пока никто не гоняется. Иначе это было бы... А может, гоняется? Это было бы очень печально. Тихо. Да где же выход, мать вашу? Я же тут просто погибну сейчас. Девочка, хоть ты, может, подскажешь. Маленькая мертвая девочка. Как это мило. Я иду вперед, потому что уверен, что... Как он и говорил, эти тропинки вокруг его дома проложены. Где-то в центре, получается, дом. Или где-то здесь, на одной из этих тропок. Черт узнал. Сколько же можно? Я начинаю вставать от этого дерьма. Где ты? На самом деле, если бы я гулял по темному ночному лесу, вот такие звуки, это было бы последнее, что я хотел услышать. Хорошо. Ищем дальше. Я уже думал, может, назад пойти, но это будет просто... Будет просто проигрыш. Домик, покажись. Меня очень радует его целеустремленная походка. Это дом там был или нет? Да, это дом. Наконец-то. Даже не верится. Так, все, уходим нафиг отсюда. Хорошо. Допустим. Ну, как-то так. Что у нас? Ой, какая у нас ночь. Совсем поганая. Ну, давайте выдвигаться. Пока что в доме более-менее спокойно вроде. Но сейчас я зажгу лампочку, и пойдет процесс. Давай. Закрывай глаза. Нет? Насколько я заметил, возможно, мне показалось, но комнаты, в которых есть лестницы... Как-то здесь слишком чисто. Это я все отсюда убрал? Конечно же, я больше некому. То есть у нас все меньше укрытий. Так, выключи. Тихо. Снизу что-то идет или нет? Так, вот, хорошо. Здесь можно будет спрятаться. Здесь, насколько я понимаю, мы в безопасности. Ой, меня аж передернуло. Ладно, прятаться пока не будем. Погнали дальше. Отлично. Так, давай, родной, давай быстрее. Кто заж... Ох, не надо было зажечь лампочку. Кто-то уже ломится в дверь. Сейчас она отсюда и войдет. Оно может наверх подняться? У меня не жар. У меня не званые... Незваные гости. Там что, пролом? Твою мать. Штур, твою мать. Оно снизу. Я, твою мать, не дал мне дело. Ой, твою мать. Ой, 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 ой. Твою мать. Оно уйдет? Нет куда-нибудь. По-моему, надо валить. Их тут целых две штуки. По-моему... Нет, не исчезло. Я не знаю, куда идти. Ой, 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 ой. Твою мать. Пахнет землей. Что это было? Ой, знаете, давайте-ка, ребятки... Вот сюда поднимемся. Будем отдыхать. Ну что, давайте на сегодня закончим. В следующей серии продолжим чистить этот дом. В следующей серии продолжим очищать этот дом. Как видите, задача у нас будет не самая приятная. Но мы выберемся, и... И эта хрень меня сейчас просто сожрет. И как я должен выбраться отсюда вообще? Короче говоря, надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова